Добрый день дорогие друзья, любители физической культуры, спорта и здорового образа жизни. С вами самая спортивная из региональных программ, реальный спорт Ульяновск. И сегодня с вами мы посмотрим соревнования по боксу, обсудим паралимпийское движение, поиграем в футбол с девушками и увидим мастер-класс по спортивной борьбе. Но прежде чем мы начнем наши сюжеты, я по традиции спешу вам представить нашего гостя. Заслуженный мастер спорта, чемпион мира по борьбе, директор Центра спортивной подготовки Александр Николаевич Безручкин. Здравствуйте. Добрый день дорогие друзья, очень приятно, что был приглашен на такую интересную передачу. Александр Николаевич, вы выглядите как настоящий богатырь, в чем секрет? Что касается спортивной диеты, она существует, это один из важнейших аспектов спортивной подготовки в целом. А что касается завтрака, ну что я могу сказать, овсянка с сухофруктами, мед, банан, ну и наверное яйцо с чаем. А вот говорят в пылу жаркой схватки вы как-то выдали такую фразу, что вот говорила мне мама, брось борьбу, занимайся танцами, не послушал маму, а сейчас бы мог красивую девушку за талию держать. Это правда или вымысел? Ну я думаю, что это вымысел. А сейчас, дорогие друзья, вы узнаете вид спорта, как только я скажу фразу «Порхай как бабочка и жарь как пчела». Мы смотрим бокс. У ульянских боксеров есть хорошая традиция. Все свои внутренние турниры, чемпионаты города и области, они посвящают героям спорта, героям страны. Именно так, 6 лет назад у нас появился турнир памяти героя России Дмитрия Разумовского. Как пограничники всегда поддерживаем у нас даже соглашение со школой бокса имени Липатова, так как заслуженный тренер РСФСР Трифонов Валерий Викторович тоже служил на границе. И мы с ним сотрудничаем во всех вопросах патриотического воспитания молодого поколения. В этот раз турнир собрал около 100 боксеров. Ребята выясняли отношения в 12 весовых категориях. Больше всех золото в свою копилку положили воспитанники спортивной школы имени Петра Липатова. Главной же изюминкой нынешнего турнира стало участие в нем девушек. «Девочки очень хорошо вписались в соревнования. Очень много техничных спортсменок, молодежь учится на примерах нашего земляка, героя России. Потому что не так просто выйти в ринг. Это же надо также иметь смелость и небольшой такой проявить героизм, чтобы выйти в ринг». Кто-то из этих девушек именно на турнире Разумовского провел свой первый официальный бой в карьере. А для кого-то эти соревнования стали хорошей тренировкой. Кристина Моисеева из клуба «Икар» уже выигрывала. И первенство ПФО, и призером России была. «Конечно, все равно это опыт. На каждых соревнованиях я получаю опыт. Также эти не исключения». «Какую дальше выше цель себе ставишь?» «Конечно, Россию выиграть. В этом году она будет в Ильяновске». «Девчонки учатся быстро. Так же, как и у парней, три награда высшей пробы выиграли воспитанницы школы Липатова. Анастасия Печенкина, Мария, Мартюшова и Карина Гезиатулова. По два золота у девушек спортивной школы Засвияжского района и клуба «Гулливер». Еву Павловскую из «Шор Гулливер» признали самым ценным боксером турнира. Может быть, кто-то из этих девчонок когда-то дорастет и до нашей олимпийской надежды Светланы Солуяновой. Так считает и ее тренер. «Чтобы они доросли до этого взрослого бокса, для этого нужно их сохранить. Как бы не только научить махать руками, а еще и удержать в нашем виде спорта. Не совсем легким. Не только для девчонок, а для мужиков тоже». В нашем регионе женский бокс с каждым днем становится все популярнее. И все мы, конечно же, ждем, что в этом году на олимпийский ринг выйдет наша Света Солуянова. Ну что ж, дорогие друзья, бокс действительно вид спорта мужественный. Но, тем не менее, все чаще на рингах оказываются наши девушки, на футбольных полях и кортах также не отстают. Вот вопрос Александру Николаевичу. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такого рода спортивной эмансипации? Ну, я, естественно, отношусь к ней положительно, потому что они хотят быть равными мужчинами. И поэтому я думаю, что в этом ничего нет такого особенного. Главное, чтобы был соблюден разумный баланс, и наши женщины и девушки всегда оставались такими красивыми, великолепными, обаятельными, чтобы мужчины по-прежнему их любили. Я думаю, что здесь спорт не в помеху, а только в поддержку. Ну что ж, дорогие друзья, а в продолжение данной темы мы переносимся к женскому футболу. Они учатся в одной школе, но в разных классах. Одна в восьмом, другая в девятом. Они играют в одной команде – Ульяновской «Волга-Шор», но при этом действуют на совершенно разных позициях. Одна в воротах, другая в центре полузащиты. При этом обе – Анастасия Князевская и Арина Цыплова – получили вызов на тренировочный сбор национальную команду России для игроков не старше 15-ти. От этого на последних тренировках пашут с удвоенной энергией. Сразу психологический такой подъем чувствуется, в тренировочном процессе чувствуется. Но это всегда так было. Я думаю, для любого футболиста это предел мечтаний всегда, чтобы попасть именно в сильнейшую сборную страны. Не велика Росса, но имеет хорошую реакцию и здорово играет на линии ворот. Так специалисты говорят про голкипера Настю Князевскую. В футбольной школе «Волга-Шор» она занимается уже около трех лет и за это время успела стать основным воротарем. Я пришла в футбол, у нас не было воротаря, но я вызвалась и, получается, начала играть на воротах. И первая игра прошла удачно, и я решила, что я буду воротарем. Если задача Князевской – разрушать атаки соперниц, то цель Цыплова прямо противоположная – организовывать нападение собственной команды. Поэтому ей и досталась одна из важнейших ролей на поле – роль центрального полузащитника. Мне нравился футбол с самого детства. Интенсивностью, эмоции, которые я испытывала в этом виде спорта, командный дух и просто вот эта атмосфера. Козыри в действиях Цыпловой очевидны. Техника владения мечом есть, видение поля отменное, да и характер бойцовский. Не зря же в 14 лет тренеры подпустили ее к тренировкам с 15-летними игроками. При этом за игровой площадкой скромная девушка, у которой, вопреки стереотипам, физкультура – далеко не самый любимый школьный предмет. Мои любимые предметы – это гуманитарная, это история, английский, русский и, возможно, еще общество знанием. И для Князевской, и для Цыплова нынешний вызов на сбор национальную команду – второй в карьере. Он стартует в конце марта в Крымске. Этими тренировками сборная России начнет долгую подготовку к первенству Европы 2023 года. Закрепляться ли в составе ульянской футболистки – покажет только время. Александр Николаевич, если уж мы заговорили о мужестве, скажите, пожалуйста, кто ваш герой в спорте и в жизни? Ну, очень сложно выбрать себе одного героя. Я думаю, что самым замечательным представителем в спорте для меня является Александр Александрович Карелин, наш знаменитый борец. Здесь каждый выбирает сам себе, образно говоря, ориентир, на который он хотел бы равняться именно в спорте. А я вот категорически уверен, что уж кому мужество точно не занимать, так это нашим спортсменам-паралимпийцам. И об этом наш следующий сюжет. Глеб Паняев на прошедшем в Краснодаре чемпионате России выполнил норматив мастера спорта международного класса на 100-метровке брасом. А Владислав Шостаков показал время мастера спорта сразу на трех дистанциях – 100-400 метров вольным стилем, а также 200 метров в комплексом. У ребят серьезные задачи. Моя цель – попасть сначала в сборную России, а уже там участвовать в паралимпийских играх и представлять свою страну. У Глеба от рождения – аномальное развитие правой верхней конечности. У 17-летнего парня фактически нет руки, только предплечья. Но это не помешало ему же во втором классе прийти в плавне и тренироваться наравне со здоровыми детьми. Ну, психологически, то есть нет какого-либо порога психологически, потому что я с самого начала плаваю со здоровыми детьми, то есть я уже, можно сказать, привык и не знаю, как по-другому. Началось все со школьного бассейна 82-й гимназии, где секцию вел Александр Никитин, который позже передал Глеба своей супруге – тренеру Наталье Викторовне. Вместе они выполнили мастера спорта, Глеб попал в юношескую сборную страны, а вот потом тренера не стало. На какое-то время у спортсменов случился застой. Но полгода назад учащийся в училище Олимпийского резерва Глеб Паняев перешел к многоопытному специалисту Наталье Озерой, который считает, что у парня заложен хороший потенциал и он многого может добиться. Отсутствие правой руки Глеб компенсирует за счет сильных ног. Видимо, помогло Тхаквандо, которым он занимался в раннем возрасте. У него большой потенциал. Он с желанием приходит на тренировку. Он с ребятами очень хорошо общается. И за счет именно здоровых детей его это подхлёстывает. У него есть спарринг здоровые дети с брасом плавающие. И он тянется и борется с ними. Конкуренция высокая. Он к этому стремится показывать результаты выше. По стопам Глеба хочет идти и 16-летний Владислав Шестаков. Влад при рождении получил инсульт. Рабочими были только 45% мозга. Спорт вернул парня к жизни. Шестаков, который уже 9 лет занимается у Натальи Озеровой, своей 34-й гимназии, круглый отличник. На воде он плавец-универсал. Очень вынослив. Поэтому его коронки – стаирские дистанции. Плавание для Владислава – это все. Наверное, цель и какой-то стимул, я не знаю. Помогает жить? Да. Хотя бы чувствуешь, на что тратить эту жизнь, что ли? Не знаю, как разница. В начале апреля оба наших пловца поедут в Уфу подтверждать свои звания и высокие результаты. В столице Башкирии состоится очередной чемпионат страны. Теперь на большой воде. Да, вот такие отважные парни есть у нас в регионе. Александр Николаевич, вопрос к вам. А вот за счет чего вы выиграли чемпионат мира по борьбе? Ну, во-первых, хочется действительно поддержать вас в том плане, что паралимпийцы – это действительно настоящие герои спорта, потому что люди, испытывая огромные проблемы с физическим здоровьем, тем не менее находят в себе, прежде всего, моральные и душевные силы заниматься спортом. Я могу пожелать только ему удачи в этом начинании, ну и всячески буду поддерживать, как директор Центра спортивной подготовки. Ну, а что касается моей когда-то победы, в каком-то 20 лет тому назад, могу сказать, что основной успех для спортсменов заключается в многокомпонентности. Первое – это должно повести с видом спорта, должно повести с тренером, который действительно будет вкладывать в себя душу. Ну и, соответственно, трудоспособность непосредственно спортсмена. И вот наш следующий сюжет будет как раз связан с вашим видом спорта. 2021 год в Ульяновской области объявлен годом детского спорта, и в рамках этой концепции проходит большое количество мастер-классов. И вот, кстати, об одном из них наш следующий сюжет. Мастер-классы полезны и важны. Мастер-классы спортсменам нужны. Особенно тем, кто только начинает свою спортивную карьеру. Чем питаться спортсмену? Как правильно питаться борцу? Распорядок дня. Как совмещать учебу со спортом, чтобы не навредить ни тому, ни другому? С обычного диалога с ребятами начал свой мастер-класс чемпион мира и Европы, сурдолимпийский чемпион по греко-римской борьбе Евгений Голованов. В нашей школе постоянно, традиционно проводятся мастер-классы. Мастер-классы – это очень главный момент воспитания наших борцов. Почему? Потому что опытные спортсмены, такие как Голованов, Елизарев, другие заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира, они при помощи этого передают свой опыт. Урок с Евгением Голованом, который, вдумайтесь, только 14 раз выигрывал чемпионат России и имеет в своей коллекции три олимпийские награды, два серебра и золота, назвали «Олимпийская разминка». Свою же разминку и чемпионское выступление на Олимпиаде 2005 года в Мельбурне Голованов помнит во всех подробностях. Я очень много лет отгонял, 8 килограмм собрал, очень тяжело давал гонка. И потом у меня уже запомнил тем, что те флаки выигрывали практически в сухую, что-то 10-0, 12-0. Не отдавал ни одному шансу, ни одному сопернику. На Сурдо-Олимпиаде в Австралии Голованов был неудержим, потому что в арсенале ученика Андрея Крикова были его коронные приемы – вертушка, ключ, лампочка. Свои любимые приемы олимпийский чемпион среди слабослышащих спортсменов продемонстрировал начинающим борцам. Этим ребятам такой мастер-класс запомнится точно на всю жизнь. Захваты, броски, удержания, а еще и правильное питание. Что должен есть кушать борец, чтобы быть сильным? Сегодня лимпийский чемпион про это говорил. Да, должны. Это есть каша, пельмени и все это здоровое. Нельзя есть всякие. Это пить кука-ку, всякую такую. Мастер-класс с Евгением Головановым прошел в рамках проекта «Года детского спорта», объявленного губернатором Сергеем Морозовым. Министерство спорта региона уже инициировало и провело 20 подобных мастер-классов в феврале. В марте будет реализовано еще 14 подобных всеобучий для спортсменов самых разных видов спорта. Как думаете, Александр Николаевич, полезны ли такие мастер-классы для общественности? И, может быть, это поможет возродить некогда знаменитую ульяновскую школу борьбы? Ну, во-первых, здесь хочу сразу вас немножко поправить, что значит возродить. Школа существует, она приносит довольно-таки серьезные результаты. Что касается непосредственно мастер-класса, ну, естественно, что эта деятельность несет популяризацию виду спорта. Ну, и действительно, когда такой маститый мастер, как Евгений Голованов, заслуженный мастер спорта, сурдо-олимпийский чемпион, двукратный призер сурдо-олимпийских игр, многократный чемпион мира среди сурдо-олимпийцев, многократный чемпион Европы среди сурдо-олимпийцев, показывает и рассказывает о своих секретах молодым начинающим поколению борцов. Это интересно в первую очередь им, но я хочу сказать, что это носит огромное значение в качестве популяризации вида спорта. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы лаконично и завершаем наш выпуск. До встречи на спортивных объектах «Реальный спорт Ульяновск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова